Здравствуйте! Вы смотрите пятый канал. В студии Анастасия Мосина. Подведем итоги недели. Но вначале коротко о главных темах. Почему человек в установленные сроки не оплачивает эту задолженность? 114 миллионов рублей – такова задолженность Каннска по налогам и сборам. Местный бюджет недополучает по вине недобросовестных налогоплательщиков. Я буду на арене Кристалла, буду помогать рассаживаться и чем могу помочь. Студенты Каннска поехали на универсиаду. Ребята пополняют ряды волонтеров и будут принимать участие в организации 29-х Всемирных студенческих игр. Мы впервые за последние годы проводим именно мистер-корридж. В Политехническом колледже накануне Дня защитника Отечества впервые прошел конкурс красоты и таланта среди юношей. Там выбрали мистера. Лед на центральной площади Каннска убрали. После инцидента, который произошел на этой неделе, когда вандалы в вечернее время разгромили некоторые из фигур, в администрации города приняли решение демонтировать ледовый городок. Из-за аномально теплой погоды во многих городах края сейчас закрывают горки и вывозят лед. При плюсовой температуре повышается хрупкость льда и становится небезопасной эксплуатацией объектов. Еще вчера на площади Корости левогорожане могли наблюдать то, что осталось от подтаявших фигур. Сегодня их уже нет. Встреча с должниками прошла без самих должников. В администрации Каннска состоялось совещание межведомственной комиссии по взысканию задолженности по налогам и сборам, на которое пригласили порядка 50 человек, имеющих большие долги по соответствующим платежам. Однако ни один из них не откликнулся на приглашение и на встречу не пришел. Для нас важно на сегодняшний день выяснять причину, кто получил или не получил квитанцию, или есть какая-то особенность, почему человек в установленные сроки не оплачивает эту задолженность. То есть или нужно человеку подсказать, куда ему обратиться и взять квитанцию на оплату, или же у него есть такая возможность зайти в личный кабинет и посмотреть, что за этот период, коль они в декабре оплату не произвели, у них за это время уже набежала пеня. То есть если бы в установленные сроки оплату произвели, то соответственно пени не было. Но за каждый день просрочки пеня начисляется и ее в любом случае оплату нужно будет производить. 114 миллионов рублей – такова задолженность Каннска по налогам и сборам на 1 января текущего года. Из них порядка 60 миллионов рублей должны были остаться в городском бюджете. Местные власти планировали направить их на ремонт образовательных учреждений или благоустройство города. Крупных налогонеплательщиков члены межведомственной комиссии по взысканию задолженности по налогам и сборам обзванивают лично, приглашают на встречи. Работа ведется ежедневно. Однако должники не выходят на связь. В местной мэрии говорят, если ситуацию в ближайшее время не удастся переломить, то члены комиссии даже готовы пойти на крайние меры и обнародовать списки крупных должников. Тем более, что законодательство этого не запрещает сделать. Каннские студенты станут волонтерами универсиады. Трое ребят сегодня отправились в Красноярск, чтобы пополнить волонтерскую команду 29-х Всемирных студенческих игр. Всего же в центре мировых спортивных событий окажутся порядка 10 каннских школьников и студентов старше 16 лет. Они подали свои заявки и их дирекция игр одобрила. Ожидается, что на универсиаде будут работать 5000 волонтеров. Это молодые люди из разных городов России и из-за рубежа. Во время соревнований добровольные помощники будут оказывать содействие практически во всем направлениям. Будут встречать участников и гостей, помогать в организации мероприятий, работать в информационных центрах, медпунктах, транспортных службах и даже сопровождать иностранные делегации. Наши ребята заряжены на работу положительными эмоциями и спортивным духом. Я захотел, потому что это международное мероприятие. Давно хотел. Просто заявку подал. Заявка выходит, что была одобрена. Мы поехали в Красноярск на собеседование. Прошли собеседование. После этого была назначена позиция волонтерская уже. В чем деятельность волонтерская будет заключаться? Вам уже объясняли, что вы будете делать? Где я буду работать, это навигация будет. А подробнее? Я буду на арене «Кристаллы», буду помогать рассаживаться и чем могу помочь. Мы вот едем в эту неделю, взяли вещей там спортивные. Не только спортивные. Тем временем огонь универсиады 2019 уже побывал в Назарово. Впереди еще два города-края – Железногорск и Девногорск. Завершится эстафета огня 1 марта в Красноярске. И уже на следующий день начнется церемония торжественного открытия 29-х всемирных студенческих зимних игр. Впервые на универсиаде выступят сборные Непала, Филиппин и Объединенных Арабских Эмиратов. Пишут на официальном сайте студенческих игр. Всего на универсиаду приедет минимум 58 сборных. Первые спортсмены приедут в Красноярск уже 23 февраля, в день открытия деревни универсиады. На церемонию также прибудут руководители спортивных федераций и известные гости. А видеотрансляцию соревнований увидят зрители из более чем 120 стран. Мы сможем ее посмотреть на телеканале Енисей 2 марта в 20 часов 19 минут. Сборную России представят 296 спортсменов. Знаменоносца из числа всех российских спортсменов выберут не раньше 1 марта. Сразу после короткой рекламы расскажем о том, сколько молодых людей Каннска получили паспорта в преддверии Дня Защитника Отечества. Кто стал мистер политехнического колледжа. И о том, как дошколята поздравляют своих пап с праздником. Не переключайтесь. У цветов есть глаза, уши и даже рот. И наши розы умоляют. Не продавайте нас так дешево. А мы будем. Сенсационная цена в маме розе. Эквадорская роза. Крупный бутон. Всего 69 рублей. Мама роза. 40 лет октября 50. И московская 76. Звоните в 3900. В страховом обществе «Надежда» антиклещ зимой дешевле. Пока холодно, жутко выгодно. Спешите купить до 15 марта. Страховая компания «Надежда» на Пролетарской, 34. Я подарю тебе букет из цветочного рая «Магнолия». Ведь я ищу для тебя нечто особенное. Только здесь я найду букет, сделанный с любовью. Огромный выбор, низкие цены и всевозможные акции к праздникам. Цветочный рай «Магнолия». Герцена Семька. Московская 41 и 40 лет октября 62Б. Также вы можете заказать букет по телефону. Круглосуточно. Слуховые аппараты. 28 февраля Каннск с 10 до 11 часов. Городской дом культуры. Улица Ленина, 10. Телефон 8905-942-43-62. Дорогие земляки, поздравляю вас с Днем Защитника Отечества, Днем Воинской Славы России. Более 100 лет наша страна празднует этот праздник. Хочу поблагодарить всех, кто защищает нашу Родину, кто сослужил срочную службу, кто особо низкий поклон тем, кто воевал в годы Великой Отечественной войны, кто защищал нашу Родину в локальных конфликтах, не жалея своей жизни. Особо на благодарность тем, кто посвятил свою жизнь защите нашей Родины. От всей души поздравляю вас, дорогие Защитники Отечества. Желаю вам счастья, любви, здоровья, успехов, исполнения всех желаний. С праздником! Вы смотрите 5 канал, мы продолжаем. Семь юношей Каннска в торжественной обстановке получили свои первые паспорта. Мероприятие прошло в рамках акции «Неделя мужества», которую межмуниципальный отдел полиции приурочил ко Дню Защитника Отечества. Церемония вручения главного документа россиянина прошла в Каннском краеведческом музее, сотрудники которого подготовили для юных гостей тематическое представление и рассказали о правах и обязанностях гражданина. Затем ребятам вручили Конституцию России, школьников с важным событием в их жизни и наступающим 23 февраля поздравил ветеран полиции и кавалер государственных наград Сергей Стома. Присоединились к поздравлениям Максим Нашивочников, руководитель Союза военно-патриотических клубов и протеерей Евгений Разумный. Получение паспорта – это большое и волнительное событие в жизни юных граждан России. Этот факт знаменует взрослость, ответственность и самостоятельность, так как с получением первого паспорта у ребят появляются права и новые обязанности, почти как у взрослых. Поэтому, вручая первый документ, мы хотим подчеркнуть, что паспорт гражданина России – это символ принадлежности к своей стране. А 8 студентов Политехнического колледжа накануне праздника поборолись за звание мистер. В учебном заведении состоялся конкурс, на котором выбирали самого успешного, сильного и творческого студента. Татьяна Блинкова наблюдала за всем происходящим, она расскажет подробнее. В преддверии мужского праздника Дня защитника Отечества в Каннском политехническом колледже выбирают мистера. На конкурс пришел и представитель местного военкомата, чтобы сказать будущим защитникам напутственные слова. А парни, кажется, уже и так вовсю готовятся к службе в рядах вооруженных сил. На сцене они показали, в какой они форме. Студентам пришлось преодолеть несколько этапов конкурса. Это визитка, боевая подготовка и конкурс талантов. К слову, именно в последнем участники показали, кто на что гораст – от тяги штанги до танца. Членам жюри трудом удалось выбрать победителя. Им стал Евгений Чистов, студент первого курса и будущий юрист. Оказалось, что их выбор совпал с выбором зрителей. Я просто хотел участвовать в конкурсе, ведь я сам всегда с всего добиваюсь. Это была моя цель, можно сказать так. Вице-мистром же стал Дмитрий Раменский, обучающийся по специальности мастер жилищно-коммунального хозяйства. Очень доволен результатом. Проигравших, как говорится, не бывает. Готовиться к конкурсу было, честно скажу, несложно. Ну, так как есть уже маленькая подготовка где-то. Старался как-то помочь парням. Нужно отметить, что такого рода конкурс в стенах этого учебного заведения проходит впервые. Во-первых, у нас большая часть студентов – это парни. Поскольку праздник вот такой грядет, мы впервые за последние годы проводим именно мистер-колледж. Как традиционно, это месяц колледжа, праздник 8 марта. Я думаю, что первый раз конкурс, на мой взгляд, удался. Организаторы воодушевились возможностями, талантами парней и думают над тем, чтобы сделать конкурс мистер-колледж ежегодным. Татьяна Блинкова, Александр Минеев, телекомпания КАНСК, 5 канал. Традиционно не остаются в стороне от праздника Дня защитника Отечества и дошколят. А так в детском саду номер 21 состоялась концертная программа для пап и дедушек. Своих защитников дети поздравили песнями и танцами. Что девочки и мальчики знают о празднике и какие эмоции испытали гости мероприятия? Смотрите в сюжете далее. В одной из средних групп детского сада «Золотой ключик» в преддверии 23 февраля разбили целый армейский лагерь. Дошколята решили так поздравить своих защитников Отечества с наступающим праздником. И даже разыграли целое театрализованное представление. «Пришла беда, откуда ты ждали? Злой военком принёс повеску моему лешему в армию лешенька мой!» «Пришла пора к солдатам остановиться, несу смятение, слезы лёд, ну раз уж, повезу родиться, то по плечу и армию покой!» Эти маленькие мальчишки – будущие защитники нашей страны. И уже сейчас они прекрасно знают, что кубики и машинки им в армии точно не понадобятся. Ведь там нужно не играть, а служить. «Отчик, я мечтаю поскорее солдатам стать, чтобы мамочку родну и Россию расчищать!» От таких слов мамы ребят не могут сдержать эмоции. Ведь они понимают, что когда-то будут провожать их в армию и стараются быть к этому морально готовыми. «Каждый мужчина должен поплывать в армию, чтобы стать мужчиной. Поэтому, конечно, готова. Конечно, готова». «Что готовите к церкви в 23-м сентябре? Что вам понадобится?» «Ну, праздничный пирог – это однозначно. Подарки и тёплую, дружную, семейную атмосферу». Однако в эпицентре внимания сегодня папы. Им особенно приятно получать поздравления от детей. Девочки приготовили для них патриотический танец. «И в новом одеянии белок синяк, в поле вышла девочка синяк». «У меня в данном детском садике две дочери воспитываются. Старшая и младшая. Конкретно эта группа здесь у меня младшая дочь. И, конечно же, я с абсолютно положительными эмоциями принимаю эти поздравления. Огромное удовольствие доставляет». Но просто отсидеться в зале папам не удалось. Они стали участниками необычной эстафеты. Кроме того, к празднику в саду приготовили тематическую выставку, которая была посвящена отслужившим в армии папам и дедушкам дошколят. Татьяна Сандул и Вячеслав Морозов. Телекомпания «Канск». Пятый канал. Синоптики обещают нам тёплые выходные. Последние деньки зимы наверняка порадуют жители Каннска, даже несмотря на осадки. По прогнозу гидромедцентра, 23 и 24 февраля будет идти снег. Особенно много его выпадет в воскресенье. В субботу днём на улице будет до минус двух, в воскресенье выше ноля, плюс один. Это всё, о чём мы успели рассказать вам сегодня. Новые сюжеты наших корреспондентов смотрите в понедельник в это же время. С вами была Анастасия Мосина. Всего доброго и до свидания. Дорогие наши люди, есть для праздника причина. Поздравляем с 23-м вас, достойные мужчины! Торты с праздничной тематикой уже во всех павильонах торговой сети, возле дома и в магазинах «Булочная» на 40 лет октября 52 и «Эйдемана-22». От себя лично и от всего личного состава Каннского пожарно-спасательного гарнизона и 10-го отряда противопожарной службы поздравляю всех мужчин города Каннска и Каннского района с Днём защитника Отечества. Хочу вам пожелать в первую очередь крепкого здоровья, так как это необходимые условия для того, чтобы все защитники находились в постоянной боевой готовности. Ну и успехов вам во всех ваших начинаниях! В вашей семье появился второй ребёнок, а вместе с ним и сертификат на материнский капитал, и вы не знаете, как им распорядиться и как направить его на благосостояние семьи, сертификат на материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, пенсию мамы, реабилитацию детей-инвалидов. И это всё возможно после трёхлетия ребёнка. А если денежные средства нужны уже сегодня, советуем вам обратиться в «Финанс Инвест Фэмили» и узнать, возможно ли распорядиться материнским капиталом, не дожидаясь трёхлетия ребёнка. Кредитная компания «Финанс Инвест Фэмили» поможет распорядиться материнским капиталом в рамках закона на улучшение жилищных условий, не дожидаясь трёхлетия ребёнка. Наша компания специализируется на выдаче целевых займов под материнский капитал, на покупку или строительство жилья на выгодных условиях. Мы осуществляем полное юридическое сопровождение, подготовку пакета документов и сопровождение при сдаче документов сторонней организации. Кредитная компания «Финанс Инвест Фэмили» работает исключительно в рамках 256-го федерального закона. Деятельность компании регулируется Центральным банком и действующим законодательством Российской Федерации. Успейте распорядиться средствами материнского семейного капитала до 8 марта и получить подарок от компании «Финанс Инвест Фэмили». Ждём вас на консультацию по адресу 40 лет октября 38 или можете обратиться по телефону 2-143-183, а также оставить заявку на сайте matcap124.ru. Кредитная компания «Финанс Инвест Фэмили» для семейного благополучия.